Русский, да? Родился в Волгограде. Выпьешь. Милая старушка сердцу станет веселей, но пить приходится в одиночестве. Выпьешь. Программа начинается «Готовьтесь выпить брому». В России все бодаются, но тихо под ковром. Ждет вас на этот раз все самое прекрасное. Он отличный парень, несмотря на то, что гей. Мы живем в эпоху новой холодной войны, на этот раз медийной, когда в головы западных зрителей упорно вдалбливается определенный образ. Ему оторвали голову и положили по асфальту. Хотя меня вот иногда на полном серьезе даже довольно умные люди спрашивают, а вот не нужно ли нам готовиться к третьей мировой войне? Не случится ли она? Да не случится, ибо... Ибо патриотичные денежки по-прежнему вкладываются в объекты западной недвижимости. Большим дядям-политикам всегда хочется помериться письками. Но если кому-то захочется прикупить пентхаус в Англии, то на самом деле никто не против и никакие санкции тому не препятствуют. Что логично бесит многих там в Англии. Собственно, Робби выразил некое мнение о россиянах там, в Англии. Ну, среднестатистическое имеется в виду мнение. Модерна Распутина, олигархи и все такое. При этом вот приедешь в Новую Ладогу и как Мамай прошел. Просто реально заколоченные дома, начиная с гостиного двора в самом центре и полная разруха. И это, хочу сказать, два часа езды от города Петербурга. Русским папикам хорошо там, в Лондоне и вообще, как это, в туманном Альбионе, да, это принято говорить. Они не скрывают своих привычек, всяческих выпирают. И это даже вдохновляет некоторых тамошних режиссеров и продюсеров на производство определенного рода сериалов. Я ничего о тебе не прошу. Которых, как обычно, Россия представлена чуть меньше, чем одна бока, зато с блестящей плеядой актеров. Я помирюсь с Кремлем, а дамы, деньги, бизнес, недвижимость, да все, что захотят. Особенно удачная роль у Серебрякова, вечно пьяного олигарха. Ну, в общем, образ вечно пьяного ему прекрасно дается. Он, этот вечно пьяный олигарх, сбежал от Кровавого Кремля туда, в Лондон. Откуда выдачи нет, как мы знаем, ни для древолюционных террористов, ни для террористов республики Ичкерия. Лишь бы они были борцами за правду. И мы с тобой вернемся. Помимо олигархов, естественно, присутствуют представители Кровавой Габни. Полковник Федоров, ФСБ. Спасибо, проходите. Один олигарх пытался замочить другого, но тот остался жив. Дядя Илья, привет. И тот, кто его пытался замочить, Борис. Это младший брат главного героя Серебрякова, которого зовут Дмитрий Годман. У него и сын уже такой, и 100% натурализованный бритиш. Мы сэм я. А сэм я единственный, кто поможет тебе, не выставляя условий. А сам герой Серебрякова проводит свои дни в увлекательнейшем занятии. Что мне еще делать в вашем сраном парке? Корблю муток. И все бы ничего, но дядя Боря совершил нечто такое, за что поголовки не погладят. Это мой хороший друг Алишер и его партнеры Рустам и Тимур. Они прилетели из Москвы со мной повидаться. Понятно, что любой московский олигарх... Он бывший КГБшник, как и все они. Я уверен, у него остались друзья. И тут намечается война между кланами, но на нее... Нам нужны средства, чтобы начать войну против него. Средства на самом деле не нужны. А нужное что? Нужно убить дядю Борю. Где земля? Я просил землю привезти снова девичку. Антагониста героя Серебрякова зовут мистер Калягин. Мистер Калягин. Я Алекс Кодман. Драматургия подразумевает, что нужно постоянно сталкивать главных героев лобами. Сына Дмитрия Годмана, Алекс, встречается с главным врагом его отца, мистером Калягином. Этот... Вадим Калягин. Заправляет по всей Европе, например, в Чехии. Один из чешских братков говорит о том, сам этот браток производит контрафактную продукцию. Он говорит о том, что русские управляли здесь всем, как до войны, как во время войны, так и после нее. На самом деле даже гордость берет за наших бандитов, такие они вездесущие, но на самом деле нет. Твои друзья из правительства, моя крыша. Может, тебе кажется, я паранойя? Нет, мистер Калягин, паранойя к невы. Паранойя к те, кто писали сценарий для этого сериала. Я беспокоился о твоей безопасности. В этой стране охранники даже не могут носить оружие. Да уж, вот такая вот она, Великобритания-матушка. Как это не вяжется с фильмами Гэя Ричи? Когда я служил в армии, я везел много пыток. Да у нас не только в армии пытки. Вон в соседнем ГУЛАГе людей заставляют учить низусть песни Олега Газманова. Знаешь, что они все говорили, когда у них вырывали ногти? Боже, что это за армия такая, где ногти вырывали? Нет, ну была, конечно же, там, особенно в советское время дедовщина и все такое, но чтобы ногти. Однако же, как лучше убить героя Серебрякова? Есть еще вариант. Можно использовать не оставляющий следов яд. Эх, снималось это все до дела Скрипаля. Так бы и яд бы пригодился. Все бы пошло в дело. Ну а теперь типичная НКВДшница. Ты знал об этом? Ты знал об этом. Спасибо. У сериала есть один серьезный плюс. Там звучит преимущественно нормальная русская речь в исполнении нормальных русских актеров. Господи. Сравните, например, вот с этим американским шедевром, речь к которому пойдет дальше. Сволочь. Сколько они тебе заплатили? Я не изменик. Что ты им сказал? Но помимо бреда, который ты там видишь, в сериале есть уже и объективные недостатки. В самом начале, собственно, этот Дмитрий Годман, герой Серебрякова, призывает своего сына помириться с мистером Калягиным, своим главным врагом. Предпринять все усилия для этого. А в конце сериала Дмитрий Годман убивает дочь этого Калягина, чем вызывает, ну, понятно, просто атомную войну во взаимоотношениях. Ну, то есть, где логика вообще непонятная. Ну, да бог с ним. Let me speak from my heart. I have no choice. В сериале есть одна сюжетная линия про то, как из несчастных девушек делают сексуальных рабынь. Откуда ты? В Подмосковье. Вот такая девочка в Просковье из Подмосковья. И вот эта тема секса рабынь, она всплывает, естественно, естественно, во многих и сериалах, и фильмах, как, например, в том, о котором мы сейчас будем говорить. Он называется Burn Notice. У нас он был переведен как «Черная метка». Четвертый сезон, вторая серия. Кураба ведем. К главному герою, Майкл Уэстону, приходит девушка и показывает фотографии. Вот моя сестра Елена. Я долгие годы пыталась перевезти ее в Америку. Ее похитил этот пацан Иван. Он гангстер, он привозит сюда людей за деньги. Я в восхищении от этого словосочетания «зиз пацан Иван». Тут Сухро Пасилов, мой зритель, который, в общем-то, был непосредственно участником роликов про американских реконструкторов, которые увлекаются советской армией. Он мне периодически присылает всевозможные маразмы с тамошней переписки, где вот этот руссо-енглиш присутствует. И последнее, что он мне рассказал, это фразу в магазине, которую он услышал. Дело в том, что рыба по-английски «фиш», поскольку в английском языке нет уменьшительно ласкательных суффиксов, то «рыбка» — это «фишка», а «кусочек» — это «пис». Так вот, порежьте мне фишку «писиками». А тетенька напала на этого Ивана с гвоздодером. Вы знаете, такой лом, чтобы гвозди выдирать. Кстати, именно этим словом обозначается орудие убийства в одной из статей, где описано непосредственно убийство жандарма Судейкина. Поэтому, может быть, это лом, она напала сломом на этого Ивана, но его охранник оттащил меня от него. Опять-таки, зацените, «хиз охранник», какая прелесть. Ну, а Иван так и обозначен, «хьюман трафикер», «торговец людьми». У парня интересны татуировки, русское тюремное заключение. Разберемся же со значением этих татуировок. Вот Пика, она про что? Ну, имеется в виду карточная масть Пики. Она про то, что он вор. Тигр обозначает инфорсер. Инфорсер. Инфорсер можно, предположительно, перевести как принудитель. Тигр обозначает инфорсер. А что означает черепа? Они означают, что он убийца. Майк, что значит, что он убийца? Это значит, что убийца. Ивана цепляют на телочку. Я Иван. И сажают в импровизованную тюрьму. Он крепкий, это такой гулаговский тип. Я видел таких парней. Здесь мы можем наслаждаться прекрасным русским языком. Маленькая сука заманила меня в засаду. Есть в сериале и русский босс Токаров. Тогда как раз Токтаров заезжал в Голливуд. Так что, собственно, что выдумывать лишний раз какие-то фамилии? А порядки в русском ресторане крайне просты. Если кто-то чем-то недоволен и пытается вызвать менеджера, его просто вышвыривают. Вообще, по сюжету, главный герой Майкл Уэстон подсаживается к этому Ивану. Изображает русского, чтобы выведать у него, где тут скрывает похищенных девушек. Русские секс-рабыни спасены. Очередная порция прекрасного в проекте «Россия. Чужой взгляд». В конце нескольких объявлений. Во-первых, я начал заниматься своим бесхозным инстаграмом. И выкладываю туда периодически небольшие такие видосики, которые для Ютьюба как-то совершенно несерьезно выкладывать. Так что, если интересно, то можете подписываться. Ссылка будет в описании под этим видео. По поводу экскурсий. В эти выходные будет две экскурсии в Москве. В 13.00 Сталинская Москва. Про непосредственно самый главный проект Дворца Советов. Ну и там вокруг все, что связано. Мы встречаемся на Боровицкой. В 16.00 мы пойдем по Причистенке. Там масса интересного. И старая пожарная часть. И мастерская Веры Игнатьевны Мухиной. В общем, все-все-все. Это мы встречаемся на Кропоткинской. А в Петербурге я сделал вторую экскурсию. В 15.00 будет, соответственно, пешие туры серии Романа Бесоплей. Где мы будем говорить про Николая Николаевича Старшего. Его балерейчи Слова. Ну и там масса всего другого. В 17.00 тоже Романа Бесоплей. Про старшую дочь Николая Первого. Ну и, так сказать, по матью, предыдущие лекции нашей с Егора в Москве. Мы прогуляемся до непосредственно Иисуповского дворца. Расскажу про убийство Распутина вот уже непосредственно на месте. Ссылки на все встречи есть в описании под этим видео. А через выходные, в связи с тем, что сдвигается график, у нас получается суббота рабочий день, то в Москве будут экскурсии в воскресенье и в понедельник. Причем в воскресенье я сделаю одну такую более позднюю. А в воскресенье будет вот две подряд, как обычно. А в Петербурге, соответственно, по каждому празднику, по каждому празднику, точнее, как это сказать-то, господи, по каждой экскурсии на праздник. По каждому празднику на экскурсию. Ну, вы поняли. В общем, все это есть. Смотрите, ссылки точно так же там находятся. В любом случае, вся информация есть в моей группе ВКонтакте. И еще такое, не знаю, найдутся ли люди. А в Москве такие вот есть товарищи, которые, когда уезжают в отпуск, они стараются свою квартиру сдать. Ну, хотя бы на две недельки, но тем не менее. Так вот, у меня, возможно, будет такая потребность. В августе, где-то в середине, во второй половине августа, если кто-то из вас уезжает, то готов снять, на самом деле. Надо там пару недель провести. Имейте в виду, найти меня очень просто. Либо электронный адрес, который указан в описании под этим видео, либо просто Павел Перец. Набирайте в любом поисковике, и вот он я. На этом все. Спасибо за внимание. Но вас ждет еще маленький сюрприз от господина Серебрякова. И после этого уже будет конец. Оставляйте комментарии вот там. Я вел себя как придурок. I protect my family! 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 Что мне не делать, папа? Продолжение следует... Субтитры подогнал Игорь Негода.